На всех церемониях открытия принято перерезать красную ленточку. В этом музее гостям пришлось воспользоваться ножницами по металлу, потому что ленточка оказалась металлической. А какая еще может быть в музее металлургической промышленности? Город очень, мне кажется, заслужил и комбинат заслужил такого музея, потому что, в общем, 60-летний путь, полный подъемов, неудач, поражений, успехов. Он заслуживает того, чтобы и работники, и горожане о нем знали. Я уверен, что по уровню технического оснащения этот новый интерактивный музей является на сегодняшний день лучшим музеем промышленности в мире. В таких музеях единицы, но этот точно лучше. И это не просто похвалы. С первых шагов посетитель понимает, что попал в необычное место. Ой, под ногами оказалось настоящее болото. И вода буроватого цвета с железной рудой, и старинные орудия труда, и воссозданные горные все это рассказывает об истории развития металлургии Вологодской области. В наших краях металл начали обрабатывать еще в глубокой древности. Гор. Сильнее можно. Можно себя почувствовать древним металлургом. И вот лежит образец крицы. В этом музее нет строгих смотрительниц, которые постоянно одергивают посетителей, чтобы те ничего не трогали руками. Здешние экспонаты нужно трогать. Так гораздо интереснее. Кузнечные принадлежности на самом деле пульты управления. Ворота в кузницу. Такие технические изюминки повсюду. Везде, где есть какой-то интерактив, это завлекает посетителей. Причем не только детей. Можно обратить внимание, что на экспонате как раз вот с игрой люди не отходят от него. Глава стального дивизиона Сергей Торопов решил на выставке примерить богатырские доспехи. Здорово! А еще здесь можно надеть спецовку столевара, горнового и сфотографироваться. Можно поучаствовать в археологических раскопках. Здесь остается смахнуть пыль веков. Вот этой кисточкой, как обычно делают археологи, уже докапываясь до каких-то ценных вещей. А вот у этой стены нас ждут три замечательных собеседника. Пока они молчат. Но как только мы подойдем, они начнут разговаривать. У каждого своя история. Конечно же, она связана с историей металлургического комбината. Поздравление! И прежде всего захотелось пройти в Череповец. Идея создать в Череповце промышленный музей появилась давно. Не секрет, что металлургический комбинат очень интересует туристов. Ожидается, что они пойдут сюда целыми толпами. Но самое главное, по мнению городских властей, даже не это. Самое важное – это подготовка кадров, это воспитание молодежи, воспитание в лучших традициях уважения к труду своих предков, тех людей, которые закладывали традиции, трудовые традиции нашего города. Пока посетителями музея станут заводчане. А уже осенью здесь ждут всех желающих. Померить доспехи, раздуть горн, поговорить с портретом, окунуться в вологодское прошлое металлургической промышленности. Екатерина Машковская, Сергей Павлов, Новости.